Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Темой разбора станет коронация нового короля Великобритании. Миллионы людей по всему миру соберутся смотреть коронацию британского короля Карла III. Безусловно, впоследствии мы будем смотреть церемонию. Её мы тоже с вами обсудим в другом ролике. И нас будут интересовать знамения, знаки, скрытые контексты и послания. Помните, как у Януковича на инаугурации перед ним захлопнулись двери, и он не досидел до конца срока? У Порошенко солдат упал в обморок, уронив ружьё, и у нас началась война. У Зеленского упало удостоверение. Это всё символизм грядущих событий. Но есть ещё и скрытые послания, нас они тоже будут интересовать. Церемония пройдёт в Вестминскском аббатстве 6 мая. Карл будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консорт Камиллой. Карл III, бывший Чарльз, станет сороковым коронованным в этом аббатстве монархом правящим. Сорок – цифра не очень, по-моему, хорошая. Первая коронация, кстати, состоялась в 1066 году, то есть это традиция с тысячелетней историей. По карте коронации мы строим прогноз и прочитываем мистерию. Ищем, конечно же, и высшие смыслы, послания богов для нас. Ну и, конечно, отслеживаем скрытые знаки для Бомонда, для своей тусовки, скажем. Чарльз, принц Ждун, мы с вами говорили, много мемов, анекдотов слагал народ про него и про его маму, которой некуда пристроить своего ребёнка, когда закрыт детский садик, и ей приходится брать ребёнка с собой на работу. Это всё, конечно, шутки, но, тем не менее, Елизавета II царствовала 70 лет, на секундочку, до платинового юбилея. Его мы с вами очень даже обсуждали. Королева умерла 8 сентября 2022 года. Королева умерла, да здравствует король, Карл III Чарльз. Но официально коронация 6 мая 2023 года. То есть, де-факто, вроде бы, как король, но коронация вот только сейчас. Да, старая эпоха уходит. 2022-й, 2023-й знаменовались уходом ярких, знаковых фигур. Вот и ушли подписанты Беловежских соглашений, ушли один за одним модельеры, которые так долго создавали нам образы. Это всё, к чему коронация Чарльза проходит на знаковых довольно-таки аспектах, которые закрывают старую эпоху, завершают её и, собственно говоря, по логике открывают некую новую. Но что принесёт нам эта некая новая эпоха, конечно, мы должны будем с вами разобраться. Сам Чарльз, кстати, родился в ауре затмений, он будет очень сильно резонировать, то есть подпитываться, поймите дословно это слово. В его карте очень интересна луна на северном узле. Он и Диана должны были завоевать сердца народа. То есть он пришёл в этот мир с наработанной, нехорошей, то есть неизжитой семейной трагедией. Посмотрите его южный узел в Скорпионе, в доме семьи. И он должен был обрести власть и любовь, что, собственно говоря, он и сделал. Карта коронации весьма красноречиво говорит о его завершении сюжета. То есть да, он отработал свою карту по полной программе. Обратите внимание, луна коронации будет на его солнце, фактически на солнце короля. И у него сейчас возвращение лунных узлов. То есть это про однозначно завершение чего-то там. Юпитер при этом, вот, большое счастье на Луне. Но это, собственно говоря, наверное, уже больше про его корпорацию семейную. Его коронация проходит на знаковых аспектах, мы сказали. То есть она проходит буквально через несколько часов после лунного затмения. Затмения. Затмения несут фатум, это мы уже сразу с вами поняли. А лунные затмения, они однозначно завершают цикл и мистерию. Кстати, лунное затмение в день рождения Карла, другого Карла, Карла Маркса. Тоже очень мощный символизм. Это я намекаю на то, что Карл этот может долго не проправить. То есть слишком много всего завершается и в личном, и в большом государственном. Возможно, конечно, если это только на личном плане, то Чарльз наконец-то становится королём со своей любимой Камиллой. Но, возможно, есть и вероятность того, что что-то может пойти, скажем так, не так. Что с началом правления Карла будут внесены как минимум существенные перемены в систему власти. А может ли Карл стать таким троянским конём, который всё развалит? В принципе, да, вполне очень даже такое может быть. Во-первых, потому что объявлен он был королём на момент активизации его лилит. В принципе, для власти мущих это нормально, но всё-таки. Во-вторых, потому что коронация проходит в лунное затмение, которое несёт завершение. А в-третьих, потому что соединение Солнца-Уран в оппозиции к его Солнцу. То есть оппозиция, это как минимум нужно сильно напрягаться. Но, как максимум, это может быть и удар какой-то. В идеале, конечно, если он станет королём-новатором. Но при плохом раскладе Уран перевернёт всё с ног на голову. И сделает всё как-то по-своему, совершенно по-другому. Марс коронации в Раке. Хорош для семейного дела, для вот этих традиций национальных. Но там истинная чёрная луна друдж присоседилась, что уже не очень хорошо. А лилит коронации на белой луне Чарльза. То есть тут по-любому всё как-то очерняется. И мы увидим про это ещё много указаний. Сатурн коронации идёт... Давайте, наверное, включим ещё раз его карту. Сатурн коронации идёт по его... По его восьмому полю. Понимаете? То есть это не очень хорошее указание. Собственно говоря. То есть это здесь однозначно про какие-то трансформации. Про какую-то борьбу. Может быть, даже про выживание. Но, тем не менее, надо на этот момент обратить внимание. Очень уж слишком знаковое такое получается замечание. Значит, итак. Сатурн идёт по восьмому дому этого короля. И проверяет здесь на стержень. То есть тут либо мощные трансформации, опять-таки. Либо что-то может произойти даже ужасное. В карте власти много. Но она отравлена. Во-первых, Лилит. Но надо ещё уметь ей распорядиться. Там Юпитер приходит. Собственно говоря, идёт к этому Солнцу. Очень много такого. Лилит, обратите внимание, идёт в первом доме. Короля. То есть это какая-то подмоченная репутация, возможно. Какая-то вот эта власть, она здесь может быть оскандалившаяся. Где-то запачкавшаяся. Этот год, я думаю, точно продержится. Но нам будут очень интересны события осени, зимы. Вот как там пойдёт ситуация. Вот это нам уже будет более интересно. О чём же карта этой коронации? Про сотворение новой власти. Сотворение новой реальности. Духовная высокомерие здесь повсюду. Дружба со Швабом тут может сыграть очень даже плохо. Обратите внимание, такой очень тонкий одесский юмор. Астероид Одесса. Астероид Украина во втором доме. Спонсировать будут. Астероид Россия в восьмом. Ещё и с Сатурном. То есть извечный антагонизм здесь будет присутствовать. Ретроградный Меркурий. И весьма медленный ретроградный Плутон. Тут, конечно, вопрос. Но давайте вместе с вами порассуждаем. О чём же это? Напомню, Меркурий развернулся в день рождения Гитлера. На солнечном затмении. Возможен ли возврат к идее? Взрастить нового Гитлера против, например, той же РФ? Да, вполне. Взрастить новую идеальную расу будущего? Да. Сюжет же читается дословно. Значит, да. Плутон, остановившийся и увеличивающий свою значимость. Это про передел сфер влияния. Мирового масштаба Плутон большими ресурсами ворочит. Ретроградный Меркурий – управитель канала денег второго дома коронации. То есть использовать, продолжат вот эти свои национальные традиции для монетизации. Да. И на что нам нужно больше всего обратить внимание? Коронация проходит в каком градусе солнца? Точном, пятнадцатом, да? То есть коронация происходит точно в сакральные точки коллагода. Понимаете? То есть это Живина ночь, Бельтайн, Вальпургиева ночь. Я напомню, у нас восемь сакральных точек в году. Осеннее, весеннее равноденствие. Зимнее, летнее сансостояние – это нули кардинального креста. И точки между ними ровно посередине – это 15 градусов фиксированного креста. Именно тут открываются врата между мирья, как снизу, так и сверху. И происходят инициации. То есть истина Живина ночь, Вальпургиева ночь, Бельтайн наступают тогда, когда солнце проходит 15 градусов астрологического тельца. И коронация попадает именно, как ни странно, точь-в-точь сюда. То есть да, именно в сакральную дату она попадает. И, кстати, в сакральные даты и около них часто происходит жертвоприношение. В этом градусе нужно как-то подпитаться, если нечего такого особенного предъявить миру. В любом случае здесь максимум энергии будущего. Ещё и солнце с ураном. То есть это про что-то совершенно новое. Новый мир. Марс в Раке и Луна в Скорпионе. Вполне может быть про жертвоприношение. Берегите, пожалуйста, детей, мы говорили. Луна в Скорпионе про магию. Луна в Скорпионе про предельно насыщенное страстями бытие, манипуляции, интриги, мошенничество, интенсивность переживания событий. То есть буквально на грани мы говорим, когда речь идёт о Скорпионе. И здесь про магию я повторюсь. Лилит во Льве в Квадрате к Солнцу. Творение реальности с привлечением князя тьмы. Можно это сказать и так. Про оскандалившуюся власть, опороченную, с использованием грязной силы, мы уже сказали. Квадрат Юпитер-Плутон, снобизм. Квадрат Венера-Нептун, интриги. Кто бы мог подумать. Англичанка продолжит гадить наверняка. И ещё раз. Карл выбрал непростую дату для коронации. Это сакральная точка силы. Это более чем крутая точка. Причём здесь и про то, что он протаскивает в будущее очень много чего. Венера, обратите внимание, диспозитор конъюнкции Солнца-Уран, знаете, где находится? Она находится точно на Солнце Уильяма. Там, где вот это его не докупало, мы говорили, находится. А луна коронации находится на раху принца Джорджа. То есть коронацией в эту крутую, мега крутую дату Карл побеспокоился и о своих, так сказать, наследниках. Он протаскивает в будущее Уильяма и Джорджа. Это как закинутые удочки в будущее, как выкупленное будущее. Это астромагия. Что ж, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Особенности соединения Солнца-Уран мы с вами обсудили и подчеркнули важность воспитания детей, передачи им морально-нравственных ценностей, особенно тогда, когда у нас вот такая коронация происходит у определённой империи англосаксов. Напомню. Марс в Раке говорит и про исторические ценности. Нам нужно, чтобы не только эти товарищи, которые нам не товарищи, помнили свою историю, но и мы, чтобы не превращались в дерево без корней, которое на самом деле становится перекати полем. Нам нужно передавать своим детям из уст в уста вот это народное, так сказать, творчество. Хорошо? Надеюсь, вам понравился этот разбор. Он очень получился у нас насыщенный, как всегда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook. Будем вместе разбирать ваши натальные карты, вместе исследовать предназначения и искать, конечно же, кармические долги. Почитайте наши разборы. Очень рекомендую в Telegram и в Instagram. Там у нас много чего интересного. Скачивайте и наш астрологический календарь на 2023 год. Скачивайте и календарь ингрессий планет до 2030 года, чтобы быть синхронными к божественному плану. Ссылки вы найдете по традиции в описании к ролику. И там же реквизиты для тех, кто помогает нашему каналу. Что ж, будьте умничками. С верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Пока-пока.